Привет, меня зовут Айдана и сегодня я снимаю для вас влог. Влог будет о моде, да. Сегодня 17 и боже я так долго ждала этого дня. Я покупала билет за месяц до начала, то есть в сентябре. Вот билет, кстати, хотел вам показать. Как бы ни был дизайнер, у него всегда будет интересное что-то, что-то такое необычное. Поэтому мне нужно большое количество вдохновения, так как я делаю диплом в художественной школе дизайна. Я очень хочу делать дизайн одежды и я хочу посмотреть, какой же все-таки можно выбрать стиль. Мне нужно большое количество вдохновения. Начало в 7 часов, сейчас уже где-то 6. 10. Да. Поэтому мне нужно одеваться и идти. Если вам интересно это видео, то поехали со мной, пошлите со мной. Хотел вам сказать, что у нас уже на улице ноябрь, но трава непонятно каким-то образом такая яркая зеленая, как будто бы ее чем-то таким химическим обработали. Поэтому я успеваю сходить в магазин, что-нибудь там купить, покушать, покушать. Поэтому мы пойдем. Мы уже почти пришли. Да, еще мы покрыли здание, в котором мы там находились. Там будет проходить показ мод. Сейчас уже буду заходить, а вот здесь уже столько дороги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И первым дизайнером со своей коллекцией на казахстан в прошлом веку выступал Ерланджоу Дазбек. Мне безумно понравилась его коллекция, которая была связана с Парижем, с Францией, с чем-то таким элегантным. Ну, то, что присуще, собственно, Франции. Очень интересная, необычная коллекция. Все хорошо сшито и интересные фасоны. Субтитры сделал DimaTorzok Следующим дизайнером была Ая Вали со своей коллекцией, которая была с необычными такими краями на плечах и возле подола. Очень необычная тоже коллекция и, думаю, достаточно талантливая дизайнерша. А Вали мне понравилась почти что больше всего. Потом я вам скажу, что мне понравилось конкретно больше всего из всего этого показа. Дизайнер марки Ая АВали. Поздравляем с дебютом. Следующий бренд был представлен как Фонтельный Клозер Фрор Брош. Этот бренд был создан двумя дизайнерами. Очень интересный, необычный бренд, который был создан в теме и тематике анималистического, что это такого животного. Мне очень понравилось, тоже необычно. И достаточно так молодежно, со всякими вырезками в виде животных. И бренд, который состоялся перед оттрактом, это был бренд Пибота. Думаю, вы сразу поняли, что этот бренд мне понравился больше всего, так как я поставила его на интро. Просто, просто... Вау, шикарный бренд, который был создан шикарной девушкой Ботой, который было всего лишь 19 лет. Очень молодой бренд. Безумно шикарный. Не знаю, мне очень понравилось. Среди всех брендов, которые были представлены, мне понравилась именно Пибота. Очень классно. Все по-строгому. Черный, белый, серый цвета. Мои самые любимые. И да, самая классная коллекция и самая классная компания. Также был представлен бренд Малик. Тоже вполне неплохая коллекция, но она мне понравилась меньше, по сравнению с остальными. Тоже достаточно красивая и необычная одежда. Но я бы сказала, что у нее тоже есть некоторые минусы, которые меня достаточно сильно огорчили. Также успела снять бренд Дарьи какой-то там. У нее были, в принципе, хорошее платье. Достаточно хороший бренд. И не о чем я хотела бы вам рассказать. Это был бренд грузинской дизайнерши Сельдомоут. Тоже вполне классный дизайн. Точно вот измененный. Никогда раньше, точно никогда в жизни не видел такое. Просто очень необычно и интересно было смотреть и узнавать что-то новенькое. Я вынесла большой опыт. И в принципе, да. Спасибо за внимание. Всем пока.